Этот проект с самого начала получил статус народного, потому что в нем принимает участие весь район. Общими усилиями готовят подарки. Дети и взрослые своими руками мастерят старинный славянский оберег – куклу-подорожницу. Сегодня мастер-класс проходит в районном Доме культуры. Проводит его руководитель этно-фольклорного клуба Наталья Никонова. Подорожница является одной из немногочисленных народных куколок, которые женщины мастерили для своих мужчин. Мужей и сыновей. Оберег делали своими руками. Кукла должна была защитить путешественника в походе или воина в битве и помочь ему вернуться домой целым и невредимым. Узелок в ее руках со смыслом. В него вкладывали несколько зерен, чтобы путник был сыт. Золу с родного очага или крупинки родной земли, чтобы помнил свой дом, свою родину. Красную ниточку, чтобы не забыл дорогу домой. Как и у всех славянских кукол-оберегов, у подорожницы нет лица. Это заслон от злых сил и символ слепой, женской, материнской, всеобъемлющей любви и защиты. Обстановка в фойе районного Дома культуры напоминает школьный урок труда. Только преподаватель в нарядном русском сарафане и расшитом кокошнике. На столах разложены яркие лоскутки, нитки, ведь оберег мастерят из подручных материалов, имеющихся в каждом доме. Дети и взрослые создают крошечных обережных куколок, вкладывая в каждую из них частицу своей души. А вот 700 с лишним штук сделать, это реально? Это реально. Каждый год делаются изделия в таком количестве, просто немножко не представляем. Я почему озвучила эту сумму специально, чтобы люди понимали, какой огромный вклад они вкладывают именно в этот проект. И что действительно очень много изделий требуется, чтобы подарить каждому, чтобы каждый получил частичку вот эту вот. Акция «Незабудки золотого рудника» будет проходить в середине мая в городе Красноярске. Праздничные мероприятия рассчитаны более чем на 750 участников. И каждый из них получит эту замечательную куколку-подорожницу, хранящую тепло наших сердец. Лариса Пустакашина, Ольга Перик, Виктор Потопчук, Северо-Анисейская информационная служба.